Приставка TOX-1, которая стала лидером продаж и одной из самых обсуждаемых приставок осенью 2020 года. Сегодня у меня на обзоре. Рассмотрим почему же так. Под этим видео есть ссылка на надежного продавца, у которого можно купить данную приставку. А перед тем, как мы перейдем к видео, не забудьте нажать на колокольчик, подписаться на канал, чтобы не пропускать обзоры приставок и различного оборудования. Всем привет на канале Спутниковая ТВ. Начнем с того, что мы посмотрим описание и все характеристики данной приставки. И чтобы ничего не забыть, я открою вместе с вами сайт Алиэкспресс, на котором будем смотреть описание данной приставки. Сразу хочу сказать, в некоторых обзорах некоторые блогеры называют TOX-1 брендом Югус. Югус, некоторые говорят, что это близкие к Югус компании, некоторые просто называют это отдельной компанией, которая выпускает или отдельным производителем, который выпускает данную приставку. Я точно сказать не могу. Вот три версии, которые я озвучил. Могу сразу сказать, что на самой приставке никаких таких вот опознавательных знаков, что говорило бы четко о том, что это Югус, нет. Соответственно, решать вам и называть ее как хотите, вам. На коробке написано TrustOnX. Это все, что вы можете узнать о продавце. Давайте пройдемся по характеристикам. TOX-1 приставочка, у которой процессор IM-Logic S905X3, ARM Cortex-A55, который работает на максимальной частоте 1900 МГц. Мы это проверим, посмотрим. Тесты, конечно же, запустим AIDA, запустим все необходимые тесты. Графический ускоритель ARM-J31, соответственно, все как обычно. Оперативная память, конкретно здесь 4, встроенная 32, но вроде бы как существует. И здесь на коробке есть описание модели 2.16 и так далее. Как бы вот эти стандартные все характеристики для приставок TV-Box. Android 9, видеовыход 4K. Wi-Fi здесь двух диапазон и 2,4 и 5 ГГц, соответственно, есть внешняя антенна, есть внутренняя. И здесь используется технология 2T2R. Соответственно, два канала на прием, два на передачу, что позволит существенно расширить общий канал Wi-Fi. И поможет вам без лагов смотреть 4K-видео онлайн, 4K-каналы. Но это мы также просмотрим дальше в тестах с IPTV. 1000 Мбитный LAN, само собой. Проверим мы, как обычно, Wi-Fi с двумя роутерами, которые находятся в одном помещении. И которые находятся через две комнаты, через несколько стен. Это стандартная обстановка для квартиры, чтобы понимать, насколько хорошо принимается здесь Wi-Fi на внешнюю антенну, которая в теории идет в комплекте. Также у этой приставочки есть Samba-сервер. Для тех, кто понимает, что это Bluetooth версии 4.2. Есть Auto Frame Rate. Есть масса-масса различных интересных настроек. Сейчас мы это все просмотрим после того, как распакуем вот такую вот коробочку. Кстати, очень красиво сделано и интересно. Не как у стандартных TV-боксов, а так вот она по-эппловски открывается красиво. И такая качественная коробочка. Посмотрим, что внутри. Далее расскажу о пыльниках. Давайте по порядку. В общем-то, переходим к распаковке. Далее посмотрим и расскажу о пыльниках. Ну что же, давайте рассмотрим эту красоту поближе. Вот такая вот коробочка, в которой находится сама приставка. И на которой есть Trust on X. Это аббревиатура. Toks 1, Media TV Box. На обратной стороне есть комплектация и характеристики. Imlogic S905X3, как я уже сказал. Как видим, 4х32 и опционально можно заказывать. Но я, честно говоря, таких не встречал. 2х16, соответственно, 4х64, 128 также. Открывается вот таким вот образом. Интересно, на коробочке не сэкономили. Сама приставка с вот такой вот внутри комплектацией. Стандартный блок питания. Кстати, не очень хорошего качества, как мне кажется. Потому что он очень легкий. 5 вольт, как обычно, 2 ампера. Но навес у X96, по-моему, даже будет он немножко качественнее выполнен. Стандартный шнурочек HDMI. Антенка, что не везде есть, но очень будет полезно при подключении Wi-Fi. Особенно, если он у вас находится где-то далеко. Пульт, который, как правило, никто не использует. Блок программированных кнопок. Здесь прорезиненные такие вот кнопочки всякие. Ну, стандартный пульт, причем очень схож на X96 mini. Можно было также что-то придумать получше. Но, я думаю, что его никто использовать не будет. Сразу же заменят на пульты типа G50s, G20s, либо что-то подобное. Обзор этих пультов, кстати, есть у меня на канале. Также есть пульты с подсветкой. Смотрите эти видео. Антенка подключается вот сюда. Давайте сначала просмотрим сам TV-бокс. Выглядит он вот таким вот образом. Везде отверстия под вентиляцию. Везде с нижней стороны, снизу, так же и сверху есть отверстия под вентиляцию. Здесь мы видим USB 2.0, USB 3.0. Разъем под TF-карту. Подключение внешней антенны. С обратной стороны у нас HDMI, вход питания и SJ45 LAN-порт. Все, в принципе, здесь вентиляция. Здесь вентиляция, везде вентиляция. И везде, в принципе, наверное, стоят пыльники. Но не знаю, как с такой вентиляцией, он будет еще и греться. Антенна подключается сюда, еще раз покажу. Вот они, эти пыльники. Вот такие вот пыльнички здесь. Вот так она выглядит. Кстати, вот этот разъем используется для подключения USB-накопителя. А этот, если вам будет необходимо прошить. А прошивки уже на нее есть и под ATV, и под UGUS. Соответственно, все это реально сделать. Довольно-таки обсуждаемая тема по вот этой вот приставке. Это то, что она греется. У нее очень высокий диапазон температур, в которых она может работать. Широкий диапазон и очень высокие температуры в играх. И, соответственно, здесь обсуждается на многих блогеров, на многих ресурсах о том, что здесь стоят пыльники. Пыльники, которые зачем-то здесь нужны. Зачем, я не знаю. Использовать, возможно, эту приставку планировали в каких-то пыльных условиях. Я не знаю, зачем это. Но, в общем, эти пыльники не так хорошо пропускают сам воздух, который циркулирует через нее. И, соответственно, если их убрать, разобрать приставку, и, соответственно, если вы покупаете с какой-то гарантией, потерять, наверное, гарантию, потому что при разборке вы нарушите пломбы и все остальное, то температура упадет там на 5, на 6, на несколько градусов, которые вроде бы как помогут убрать еще лаги в играх, если они будут в будущем. Сомнительность вот таких вот действий, наверное, я бы не стал этого делать, потому что для обычного пользователя все это можно, в принципе, использовать. И вот в такой вот комплектации с этими пыльниками, как оно есть из коробки, и разграть ее, и заморачиваться со снятием пыльников, я думаю, не стоит. Но все же я про них хочу рассказать, потому что многие это обсуждают, что вот можно понизить температуру. Теперь вы это тоже знаете. Купить данную приставку можно по ссылочке в описании. Цена там будет самая хорошая, самая сладкая. Поехали дальше. Давайте включим эту приставку, посмотрим меню, лаунчер, запустим тесты, уже погоняем, посмотрим, действительно, какая температура у нее в тестах. Красиво загружается. Здесь есть индикатор загрузки, похож на индикатор стационарного ПК, когда он обращается к памяти, этот индикатор мигает вот таким вот образом. Использовать я буду, конечно же, в комплекте пульт G20S, потому что тот пульт, который идет в комплекте, ну уж совсем никуда не годится. Мы имеем следующее меню, чем-то схожее на меню 6К, 6К, потому что, если вы видели обзоры 6К приставочки, там точно такая же вот картинка, только здесь вот нарисован YouTube. Здесь приложение, ну в общем-то, посмотрите видео 6К. Здесь также плюсик, можно добавить также приложение, которое вы хотите, чтобы были здесь вот. Таким вот образом можно их расположить. Так, я построю немножко пульт, чтобы он медленнее работал. Поехали. Я установил сюда несколько программ. Мы, как обычно, протестируем Wi-Fi, посмотрим всю информацию. По настройкам, конечно же, базовые настройки, все понятное дело, производится настройка языка, настройки все эти, я думаю, вам понятны, и на этом заострять внимание мы не будем. По самим настройкам, которые есть здесь. Есть вот такие интересные настройки. Информационная панель, которую можно добавлять, либо убирать вот такую вот информацию. Добавляется она вот здесь вот вверху. Я уже туда вывел температуру, загрузку процессора. Следующие характеристики. Здесь можно по памяти, по сети вывести данные в эту информационную панель. Есть системные панели, нижняя, верхняя, вот они здесь убираются. Вот так вот верхнюю можно убрать, вот так вот нижнюю. Либо же поставить, скрывать их автоматически. Вот таким образом две этих панели здесь есть. И еще дальше идет у нас USB. Можно выбрать режим USB. Соответственно, OTG, HOST, MPT и PTP. Такие вот режимы у USB есть. Есть питание, меню. Здесь есть таймер сна. Это очень отличная штука. На полчаса, на час, на два, на шесть и на двенадцать часов. Либо не выключать. Тоже хорошая вещь. Не на всех приставках далеко она есть. Действия кнопки питания, гибернация, выключение. Отлично тоже можно настроить. Масса настроек по сравнению с приставками такого уровня, на таком же процессоре. Суперпользователь. Если вам необходимо для каких-то программ. Суперюзер, пожалуйста. Samba сервер, который позволит обмениваться информацией устройствами в одной сети. Тоже отличная штука. Пользовательские скрипты. Дальше идет стандартно. Это все у нас есть. Домашний экран. Можно выбрать два домашних экрана. Вот такой вот. Попробуем выбрать экран. Так, это у нас уже по умолчанию он стоял. Давайте еще раз зайдем в настройки. Домашний экран, кстати, спрашивает каждый раз. Я, давайте вот такой поставим домашний экран. Вот такие вот шторочки сверху, если потянуть настройки, как на телефоне и на обычном андроиде. Соответственно, также рабочая верхняя панель. Зажимаем кнопку дом, либо возврат. И возврат возвращает нас вот в такой вот экранчик. Обычный, как типа на планшете. С такими вот приложениями. И если их добавить сюда, можно в принципе вот так вот подтянуть. Я думаю, что можно даже каким-то образом их и вынести на стартовый экран. Вот таким вот, да. Можно так вот набросать себе приложение. Что же, зайдем сразу в Аиду. Посмотрим информацию по Аиду 64. Здесь у нас система Tocs, Tocs, Tocs 1 аппарат. Платформа Азут 4 и 3872. Всего памяти доступно 2877. Версия Bluetooth 4+. Как обычно. За отображение отвечает у нас сейчас подключен 1920-1080. RM Mali-G 31. 60 Гц частота. OpenGL 3.2. По сети. Сеть у нас есть 2.4, есть 5. Полоса поддерживается. Wi-Fi Direct поддерживается. 300 Мбит в секунду скорость связи. Android 9. Кстати, вот здесь в настройках устройства экран и размер экрана все на русском языке. Увеличить или уменьшить? Давайте я уменьшу экран, чтобы это было удобно видно. Вот здесь температура. Как правило, здесь написано Zoom Out, Zoom In. И здесь все-таки с переводом все нормально. HDMI CYC работает отлично. Я подключал его к телевизору, сразу определился. Работает и кнопка питания. И при выключении телевизора приставка уходит в режим ожидания. И при выключении приставки телевизор также уходит в режим ожидания. Здесь вообще все отлично. С этой приставкой проблем нет. Так, дальше пойдем по приложениям, которые я здесь поставил. Давайте проведем сразу тесты. Ротлинга, старт тест. И видим, что экран начинает у нас менять ориентацию. Вот таким вот образом. Почему-то перевернулся здесь. Подождем окончание теста. Вот такие вот результаты у меня показал почему-то. Этот бокс. Очень странные результаты. По приложениям, которые здесь стояли. Из коробки стояло две игрушки. Стояли также Miracast Tirescreen. Стояли голосовой поиск. Кстати, его нужно проверить сейчас. YouTube стоял. Какой YouTube? Сейчас посмотрим, какой YouTube стоял. И вот такой YouTube здесь стоит по умолчанию. Сейчас мы проверим, как работает поиск. Дальше. По приложениям две игры, как я сказал. Media Center, Kodi, Google, файловый браузер, Miracast. Вот такая вот игра. Лисичка очень такая примитивная. Самая простая, наверное. И Commute тоже игрушка. Как раз посмотрим по температуре. 56 градусов. Какой-то вот такой вот симулятор. Чего-то, наверное, посмотрим, что это за игрушка. Начать. Ну, такая примитивная также игра. Ну, выходим дальше. Протестируем Wi-Fi соединение. Я хочу опять же протестировать, как и в прошлых видео, два варианта Wi-Fi соединения. Один из них сейчас подключен к сети, которая находится через две стены, то есть через одну комнату. И мы сейчас видим, что шкала здесь не полная. Как раз таки проверим, как при этом работает Speedtest. Запускаем Speedtest. После этого я подключусь к роутеру, который находится в одной комнате. И посмотрим, какая скорость будет уже там. Проверяем. 4 миллисекунды пинг. И, в принципе, если вы помните, приставки X96 Max Plus и 6K, они, в принципе, скорость показывали гораздо ниже. Пинги выше на дальнем роутере. Посмотрим, как с отдачей. Там они вообще писали, что нет связи. Здесь все хорошо. Здесь все отлично. Все-таки антенка внешне дает свои плоды. Роутеры у меня стоят обычные. Самые простые ходовые тыпылинки. Без наворотов. Соответственно, работаем мы в частоте 2,4. Как у обычного, обыденного пользователя. 9,6 на 9,5. Отличная скорость для дальнего роутера, который находится в дальней комнате. Проверяем то, что находится у нас в непосредственной близости, в одной комнате, буквально через 3 метра от меня. Тестируем скорость. Wi-Fi, как я уже говорил, один из главных показателей, потому что все-таки тестируется. Ух ты, какая скорость. Здесь 60. Вот здесь уже технология, которая применена здесь. Смотрите, 70 на отдачу. Вот это уже, я понимаю, скорость. Потому что такую скорость по Wi-Fi я не видел.